всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня я хочу опять продолжить рыбную тему когда-то давно очень давно нас женой занесло в питер и мы заселились в гостиницу ленинград или она тогда уже называла санкт-петербург не помню короче так вот меню тамошнего ресторана было очень богато рыбой я не знаю кто там за шеф-повара но это было очень здорово именно там я попробовал вот это классное сочетание рыба с подкопченным беконом я сейчас уже не вспомню всех тех изысков которые нам там удалось отведать но в память уже испортившуюся память о тех событиях я хочу сегодняшний рецепт посвятить питеру ну и питерцам заодно и так вот у меня филе трески я его размораживал в холодильнике при нулевой температуре почти сутки нарезаю порционными кусками я буду обжаривать обернув бекон поэтому размер кусочка рыбы должен соответствовать ширине полоски до бекон как я уже сказал лучше всего брать под копченый достаточно соленый поэтому саму рыбу не солю надо аккуратно обернуть треску и вязать шпагатом и в таком вот в духе поступаю со всеми стальными кусочками а теперь надо быстро обжарить рыбку почти до готовности я уже показывал прием но повторюсь при обжаривании порционных кусочков рыбы при обжаривании чего бы то ни было в панировке при обжаривании гренок в масло засыпаются частички и начинают гореть вообще немного занимательной теплофизики почему что-то у нас пригорает ко дну например если в кастрюлю с кипящей водой вы высыпаете макароны и не перемешиваете их то эти макароны ложатся на дно и тем самым уменьшают скорость отбора теплоты дно то нас нагревается от огня водой то есть вода начинает меньше хуже циркулировать в районе дна соответственно макароны еще больше приклеиваются еще больше ухудшают теплодачу и начинают пригорать так вот когда я застилаю бумагой сковороду в результате самой бумагой много подслывает от масла и получается некая прослойка поэтому все те отвалившиеся кусочки панировки кусочки продуктов лежат не непосредственно на сковороде а прослочка масло получается и она больше чем если бумагу не использовать в результате распределение тепла получается лучше чем без бумаги и эти самые кусочки не прилипают ко дну не ухудшают теплопередачу и не пригорают и второй немаловажный на мой взгляд плюс если партия продуктов для обжарки за один раз достаточно большая то выкладывать вторую партию на сковороду если там уже появились все таки вот эти вот кусочки отвалившиеся которые уже начали обугливаться там не самая лучшая идея поэтому сковороду надо бы помыть значит потерять время а есть у нас здесь бумага то я эту бумагу собираю выбрасываю кладу свежий лист бумаги опять добавляя немного маслица и не теряя времени на мысье сковородки обжариваю вторую партию вот такой полезный на мой взгляд прием на сковороду несколько зубков чеснока прямо шкурки для ароматизации и немного масла растительного и быстро обжариваю рыбку жарить надо с двух сторон почти до готовности а пока рыба жарится займусь гарниром блюдо праздничное поэтому гарнир составной во первых вот хватил зеленой фасоли вы можете кстати использовать замороженную или вообще что-то свое придумать просто надоело уже картошка для рис уже горькой редьки хочется чего-то зеленого ярких красок фасоль отправлю на полторы-две минуты в кипяток рыбу я думаю уже можно переворачивать заметьте не надо ее до готовности жарить слегка слегка прихватили и огоньком и достаточно фасоль уже пора сливать отлично и обратную в кастрюлю она почти готова надо и немного приправить ароматное оливковое масло немного соли немного лимонного сока перемешиваем и накрываем крышкой пусть постоит и припитается ароматами рыбу уже пора снимать с огня и снимаю на противень застеленной бумагой для выпечки потому что до готовности рыба будет доходить в духовке и кстати вот в таком вот виде она вполне может дождаться гостей в состоянии полуготовности рыба имеет рыбный вкус бекон беконный а чтобы оттенить это все нужен кисло-сладкий как мне кажется поэтому я беру зубочистки и нанизываю помидорки чили а затем делаю вот так может был конечно рядом все вывалить но я же делаю паразитное блюдо немного магии кино и в таком вот виде отправляю в уже разогретую духовку температура 210 220 в зависимости от размеров кусочка рыбы и в зависимости от реальной температуры в духовке на готовку у нас сейчас уйдет от 5 до 15 минут ну вряд ли вы нарежете такие кусищи которым потребуется 20 ну а я займусь второй частью составного гарнира да не удивляйтесь это груши выбирать лучше твердую можете конечно считать меня извращенцем но мне кажется что сладкая груша и аромат слегка подкопченного обжаренного бекона отлично сочетаются нарежу вот такими дольками сковороде надо растопить маленький кусочек сливочного масла и слегка припустить грушу на нем ну и завершающий штрих вот здесь у меня смесь мелко нарубленной свежей петрушки и чеснока я хочу ароматизировать масло для этого разогреваю его кстати оливковый extra virgin и выкладываю сюда смесь греть надо совсем немного никакого обжаривания и чеснок и петрушка содержат воду поэтому как только смесь начала тихонечко шипеть то есть температура масла достигла 100 градусов сразу же выключается чуть-чуть такое масло перегреешь и все и ароматы стремительно ухудшаются и масло начинает гореть а там сразу и нитрозамины и рак отленный мрак это все вместо пиржества тосет казалось бы чуть-чуть не уследил за температурой о игрушек готова выключай нагрев да и да и рыба там тоже готова прошу к столу у меня конечно декоратор и оформитель еды как пули из пластилина ну сами видите можно конечно и другой гарнир и помидорки большие взять отдельных запечь соус какой-нибудь другой приготовить этот у меня одна из разновидностей сальса берда то есть зеленого соуса я вам показывал уже на канале один вариант пробовать надо или так поверите на слово очень приятная для меня по крайней мере сочетание бекона слегка подкопченного и рыбного вкуса и зеленая фасоль слегка хрумтит вот мне не нравится когда на переваренной мягкая там в хлам вот тогда такая которая ну как не знаю как морковка отлично мой вкус ну и конечно вот этому вкусовому сочетанию рыбы и бекона обязательно груша он необычно своей сладостью такой ароматом очень классно завершает весь этот букет вкусов и ароматов помидорки запекание стали еще слаще все вы знаете понимаете спасибо за компанию берите на вооружение и всем пока